Пить будем! Сколько лет! Пойдём нажрёмся! Я угощаю! Привет тебе, Ватгерн! Я рада новой встрече! Мы уже встречались? Ты спас меня на пожаре во Флотзаме. Не помнишь? Впрочем, это не важно. Это я перед тобой в долгу. Ладно тебе. Нет, я хотела бы отплатить тебе добром. Знаешь, я начала здесь новую жизнь. И я знаю, как тебя отблагодарить. И чем же? Ты спас мне жизнь. И по праву можешь вкусить наслаждение. Со мной. Ты меня заинтриговала. У меня сегодня был тяжёлый день. Угу. 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 Нах... Угу. 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 Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Несколько аккуратных укусов на шее. Предплечья сильно изрезаны, как будто он пытался заслоняться от ударов. Что-то застряло в кости. Железная заноза. Интересно. Он все еще сжимает в ладони несколько длинных волосков. Следы ногтей на спине. Перед смертью он неплохо поразвлекся. Что это за книжка? И тело твое задышало лаской моего прикосновения. Узнаю перо маэстро Лютика. Тяжелые рваные раны. Похоже, атаковавший был в бешенстве. Он был молодым мужчиной, как и все остальные. Все указывает на суккуба. С другой стороны, обломок металла в ране. Субтитры создавал DimaTorzok Кто ты? И чего хочешь? Я Геральт из Ривии. Мне нужно знамя Бурой Хоругви. А ты кто такой? Экхард Хеннесси. Знаменосец Бурой Хоругви. Лучшего отряда из тех, что знала Коэдвенская земля. Может, ты меня не помнишь, но я тебя прекрасна. Хм. Откуда бы? Я служил в Бурой Хоругви. Лжешь! Я сражался с этим знаменем под Бренной и под Вергеном. Битва под Бренной. Все Нордлинги плечом к плечу против Черных. Риданцы под командованием Дерюйтера на правом крыле, на левом Тимерия во главе с Наталисом. Прекрасное зрелище, не правда ли? Ошибаешься. Риданские полки заняли место на левом фланге, а тимерцы встали в центре. И то верно. Возможно, ты говоришь правду. Спроси что-нибудь еще. Скажи мне, ты должен это знать. Кто возглавлял войска Нильфгарда в битве под Бренной? Мэн Накоигорн. Я начинаю тебе верить. Мэн Накоигорн. Гонщий пес Нильфгардской своры. Великий полководец. Он еще не раз пустит Нордлингам кровь. Ты согласен со мной? Смерть не пошла на пользу твоей памяти. Кайгаорна нет в живых. Под Бренной он и погиб. Ты очень проницателен. Не дал себя провести. Я сам и с Бурой. Может быть, ты и сражался под Бренной. Это было давно. Я мог тебя и не запомнить. А вот под Вергеном совсем другое дело. Я не отвечаю за то, что стало с твоей памятью. Ты прав. После смерти память начинает подводить. Стыдно признаться, но я забыл, кто командовал армией Микоэдвена и Айдирна в битве под Вергеном. А ведь это был самый важный день в моей жизни. Последний. Будь так добр, напомни мне. Зельдкерк со стороны Айдирна и Вандергрифт с нашей стороны. Хорошо. Не каждый об этом знает. Обычно думают, что вы исками командовали короли или чародей. Ты наконец поверил мне. Я поверю, когда ты мне объяснишь, как тебе удалось выжить в битве под Вергеном. Почти вся бурая полегла. Те, кто остались, отступили на юг. Огонь отрезал нас от остальных. Мы попали в лапы Биггерхорна. Помню этого наглеца. Ты доказал, что служил в бурой хоругве. Могу я забрать знамя? Зачем оно тебе? Оно поможет снять проклятие? Мне нет дела до проклятий. Оно не дает Хенсельту прийти сюда. Единорог вернулся? Он стоит у ворот Вергена. Благодаря тебе король сможет отомстить за бурую хоругвь. Знамя лежит в саркофаге. Возьми его. Там же лежит меч полковника Гондора. Он может тебе пригодиться. Спасибо. Где ты оставил своего коня? Здесь нет лошадей. Верно. Я бы с удовольствием выпил с однополчанином из-под Брэны, но я всего лишь дух и не могу пить водку. Скажу тебе, этого после смерти мне больше всего не хватает. Береги этот стяг. Я не выпустил его из рук даже после смерти. Субтитры сделал DimaTorzok. Я нашел книжечку с твоими стихами. Моя любовная лирика. Какой-то мерзавец украл мои стихи. Наверное, собрался щегольнуть перед какой-нибудь резвой селянкой. Ох, мне без этих стихов, как в борделе без яиц. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Или нет? Знаю. Пойдем, выпьем водки. Я угощаю. У меня есть идея получше. Пиво? Можно и пиво. Мне-то все равно. Сделай мне одолжение. Проси, чего хочешь. Я бы тебе все отдал. Даже невинность. Если бы она у меня была. Твоя невинность меня не интересует. Только не говори, что тебе снова надо писать стихи для полуденицы. Хуже. Умоляю, Геральт, не впутывай меня в свои мутные истории с чудищами. Я поэт, а не... Именно поэтому я и хочу, чтобы ты выманил суккуба. Ты вихнулся? Ты что, хочешь, чтобы меня, баба с копытами, насмерть заездила? С другой стороны, все мы когда-нибудь умрем. Жди меня, как стемнеет около сожженной деревни. Мы идем. Не могу дождаться свидания с нашей чудовищной красоткой. Ее красота уже убила десятка-полтора мужчин. И ты говоришь об этом только сейчас? Как говорит мой друг Лютик, все мы когда-нибудь умрем. Я не спущу из тебя глаз. Она тоже. Главное, она не должна тебя поцеловать. Обычно я не отказываю женщинам в проявлении чувств. Но сейчас придется. За дело. Угу, да. А с чего бы тут начать? Если бы тела в песню лечь могли бы, то спросил и в сердце белые ладони, захотят владеть им, Коль мне грудь откроешь. Кто ты, красавец? Поэт, госпожа. Я пришел сюда, чтобы воспеть твою неземную красоту, если только ты окажешь мне честь и предстанешь перед моими очами. О да, я предстану во всем великолепии. И не только перед очами. Я дарую радость всем твоим чувствам. Тебя ждет самое яркое свидание всей твоей жизни, милый поэт. Надо сходить за Геральтом. С другой стороны, я никогда еще не трахал суккуба. Мне так не хватает ласки. Обожаю, когда влюбленные слагают стихи в честь моей красоты. Но никогда прежде мне не читал стихов настоящий поэт. Этот кретин все-таки туда полез. Я сам втравил этого идиота в историю. Надо его оттуда вынимать. Зараза. Ты ошибка природы. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Не помню, чтобы я тебя сюда приглашала, Геральт из Ривии Отпусти, Лютика А ты к нам не присоединишься? С ним ничего не случилось, даже наоборот, он совершенно счастлив Как остальные, кого ты убила? Я никого не убивала Те, кто пришел, познали неземное наслаждение Ты пожираешь их энергию, как свинья-картофель Мне нужны их жизненные силы, но не трупы Что ты сделаешь с Лютиком? В знак того, что мои намерения чисты, я отпущу его, как только он проснется Если не ты, то кто убивает молодых мужчин? Я могу соблазнить любого Мои чары действуют на мужчин до тех пор, пока я сама этого хочу К сожалению, один глупец влюбился в меня до безумия Он не может принять мою суть и убивает моих любовников И кто этот влюбленный? Это милый эльф по имени Элиас Именно он попросил меня расследовать убийство Таким образом, он отводит от себя подозрения Но, по счастью, ты не глуп Поэтому мне кажется, что теперь ты сама отводишь от себя подозрения Он показал тебе тела Он сказал, что всех похоронили Его руками Но сперва он изувечил их так, что казалось, что их убило чудовище Хорошо, что ты этим занялся Я хочу, чтобы ты довел все до конца Я поговорю с ним и вернусь Надеюсь, мы продолжим наше знакомство Я нашел Сукуба Ты убил ее? Она заявляет, что убийца это ты Ты должен был убить монстра А не вести с ним задушевные беседы Я знаю, что мне делать Если ты ей поверил, то, наверное, не знаешь Ты обманул меня Ты знал, что в сожженной деревне живет Сукуб Знал Но я боялся, что если открою тебе все, ты не захочешь мне помогать Ты был прав Я не помогаю убийцам Что ты несешь? Я никого не убивал Лжешь Ты влюбился в нее и убивал своих соперников Сукуба не самые верные любовницы Я люблю ее, это так Но все остальное вздор Если бы я убил Сукуба Мужчины перестали бы пропадать А ты бы вышел из истории чистым Ты ничего не понимаешь Она вертела мной так же, как сейчас тобой Я сообщу обо всем Йорвиту Тебя повесят, как убийцу Ты с ума сошел? Я не виновен Дайте кто-нибудь трубину Здравствуй Привет тебе Твой Скайтаэль Элиас Убивает людей из Вергена Элиас один из лучших моих бойцов У тебя есть доказательства? В теле жертвы остался вот этот обломок лезвия Сравни его с оружием Элиаса Я проверю Элиас, должно быть, прознал, что его раскрыли Он бежал из города Продолжение следует... Хорошо, что ты прекратил муки этого глупца Тебя ожидает роскошная награда Сбрось одежду И расслабься В сундуке рядом с кроватью Я оставила для тебя маленький... Сувенир Что бы ты никогда не забывал Прощай, ведьмак Шундуке Шундук Ни Продолжение следует... Продолжение следует...